Продолжим с вами изучение Слова Господня. 14 глава Марка с 1 по 9 стих. Иисус Христос сказал, что где не будет проповедана Евангелие, будет в память проповедана и сказана и о том, что она сделала. Вот, что интересно, мы не знаем имени этой женщины, можем только предположить, но о ней проповедуется, и пока будет проповедоваться Слово Божье, всегда будет проповедоваться об этой женщине в память о том, что она сделала. Итак, мы еще раз вспомнили, что она сделала, и переходим, читаем отрывок с 10 по 16 стих. Евангелие от Марка с 10 по 16 стихи. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же услышал, обрадовались и обещали дать ему сребреники. Сребреники, да. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того». Учитель говорит, «Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Давайте скажем «Аминь, братья и сестры». Очень важные слова, и мы с вами должны очень много изучить. Изучить. Итак, мы видим, братья и сестры, что в этих стихах евангелист Марк сразу же после, скажем так, в среде Иисуса Христа, в его ближайшем окружении были те люди, которые безгранично любили его, и были те люди, которые ненавидели его. Хотя на деле, вернее, на словах, они были такие, что можно было с них, наверное, икону писать. Если бы, вот у нас есть в стране какой-нибудь орган социального, вот когда за всех нищих переживают, то там больше всего какой-то бедные слои населения, нищие, вот кто у нас, какой есть такой орган у нас в городе? Кто этим заботится? Социальные защиты, да? Социальные защиты, да? Они деньги выделяют или что они выделяют? Вот Иуда, наверное, был бы кандидатом номер один на министра социального обеспечения. Он так переживал за бедных, он так переживал за нищих, вы не представляете. Он так, он больше всех переживал. И кому бы, как ни ученику Иисуса Христа, переживать за нищих. Эта женщина тратилась, кстати, свое потратила, не его потратила. Да, если бы вот общее, ладно, вот свое тратила, у него была проблема. Так вот, акт, кажется, безрассудной любви и ужасной измены. Здесь все вместе. Иуда не смог пережить того, это, наверное, была последняя капля, когда эта женщина более чем на 300 динариев возливает благовонную масть на Иисуса Христа. Я думаю, что нет ни одного человека на земле, который бы нормального, в нормальном разуме, христианина и вообще, ну, скажем, даже равнодушного к христианству человека, которому Иуда был бы симпатичен. Я знаю, Леонид Леонидович наш любит в кавычках Иуду сильно. Да, он всегда называет его Иудушка. Данте в божественной комедии поместил Иуду в самом глубоком девятом круге ада. Так он по-человечески разместил его там. В аду холода и леда, где уготовано место не тем, кто согрешил в порыве страсти, а тем, кто холодно и расчетливо приступил к закону любви Божьей. Итак, посмотрим на поступок Иуды. Иуда задумал предать Христа и сидел на хлебопреломлении. Слово Божье говорит, другой евангелист, говорит о том, что когда он взял кусок и проглотил того, что Иисус Христос предложил вечерю, сатана после этого куска вошел в него. Будьте осторожны, братья и сестры, всегда нужно в правильном отношении к Иисусу Христу вкушать хлеб. Сатана вошел. Но когда вошел сатана, кто-нибудь заметил, что сатана в него вошел? Я хочу задать вопрос. Представьте себе, если бы Петр, он стал Иуда и пошел предавать. Если бы Петр, например, заподозрил, что Иуда пошел предавать, что было бы с Иудой? Он вышел бы с той горницы, усланной и убранной, или нет? Что бы они ему сделали? Он бы ему там голову, он бы его зарезал там, понимаете? Они бы его по-мужски там просто положили. Он был настолько святой, он был настолько, не подкопаясь к нему, что пошел предавать, и у этих даже Христос знал, а у этих даже говори, не говори, им ничего доказать было бы невозможно. Он не я ли Господи, да? Знаете, я вам рассказывал эту историю про западенсив и москалиев. Нет? Ну, расскажу. Это было в Америке. Там украинская церковь. Ну, я не знаю, где это было, но украинской церкви я это слышал. Националисты такие рассказывали. Брат Горбузюк мне рассказывал. Один брат должен или был москалев, а сам был дужи щирый украинец. И на любой проповеди, как ни станет, и всех этих клят и москалей, клят и москалей, клят и москалей, клят и москаляку, на геляку и все это. Да. Ну, уже всем надоело, уже собрались братья на совет, поставили ему на вид и говорят, брат, если ты еще раз скажешь что-нибудь, Христа проповедуй, если еще скажешь что-нибудь про москалей, мы тебя больше проповедовать не поставим. Добрый? Добрый. Хорошо. Читает он это место. Неяльев. И он читает, читает и кажется, и дешла черга даю, до украинской мовой. И все пытают, чи цены я, Господи, чины я, Господи, я дошла черга даюды. И он говорит, неяль и Господи. Понимаете? Неяль и Господи. Ну, это такой церковный юмор. Да. Это брат так, чтобы его не отстранили от проповеди. Никто не мог заподозрить даже Иуду. Настолько, настолько он верили, настолько притворялся. Я помню. Позвольте мне, Леонид Леонидович, рассказать что-то. Пожалуйста. Истории 2008 года. Я, Леонид Леонидович, у Братской, мы сидели, 2008 год. И говорил, будет, будут проблемы, будет страшное предательство. А Леонид Леонидович сидел с правой стороны от меня. Он говорил, не верю? Нет, такого быть не может. Да нет, такого быть. Я ему раз сказал, братьям два сказал, три раз сказал. Леонид Леонидович так горячо. Протестовал и говорит, такого быть не может. Я уже знал. Потом, полгода спустя, он мне говорит, я помню, говорит, я поверить не мог, что люди могут предавать. Люди могут, к сожалению, предавать. Не предает, знаете кто? Христос. Никогда никого не предает. Итак, 10-11 стихи. И пошел Иуда, Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы, в удобное время предать его. Что двигало Иудой? Что двигало им? Зависть. Правильно. Что еще? Жадность, алчность, сребролюбие. Что еще? Как вы думаете, он верил вообще в Иисуса Христа, как в Бога? Мне кажется, он был неверующий человек. Возможно, чистолюбие. Во-первых, конечно же, алчность. Он был жадный. Слово Божье, он был вор. Библия говорит, он был вор. Он воровал откуда? У кого он воровал? у Христа. Он Божье воровал. Братья и сестры, Иисус Христос ошибся, когда избирал его на служение, или нет? Он же, он же, когда бесов изгоняли, Иуда там был? Бесов изгонял? По двое ходил? Ходил. Исцеляли всякую болезненную мощь в людях. Исцеляли. Как такое может быть? Не Иуда, так другой Искариот, да? А вы знаете, что такое Искариот? Это не фамилия его. Кариот – это деревня, из которой он проходил. Из Кариота он был. Да. Да. Да, так что другой был бы Искариот, да? Какой-нибудь Искариот, да? Мне кажется, братья и сестры, одна из главных причин – это сребролюбие и жадность, которая вела его к воровству. Слово Божье говорит, корень всех зол есть сребролюбие. Давайте об этом мы немножко побеседуем, порассуждаем. Корень всех зол есть сребролюбие. 1 Тимофея 6,10. Корень всех зол есть сребролюбие. Какое бы зло ни делалось, корень всех зол есть сребролюбие, которым, предавшись, некоторые, смотрите, что происходит, уклоняются от веры и сами себя подвергают многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай с сего, а преуспевай правде, благочестие, вере, любви, терпении, благости. Вот это брат Тимур сказал зависть, да? Вот это сребролюбие, оно, наверное, породило и другие грехи в сердце его. Давайте посмотрим на некоторых известнейших персонажей Библии, как они погибли из-за этого. Валаам. Валаам. Из-за чего он? Пообещали денег. Пообещали денег и ничего не могло остановить его. Ослица говорила человеческим голосом, он все равно переступал и шел. Он все равно шел. Пытался договориться с Богом. И до чего он дошел? Он дошел до того, что проклять, конечно, он не стал, не дерзнул, но учение Валаамова на сегодняшний день, Библия говорит, что это страшная мерзость в глазах Господних, потому что он научил, научил, как поразить, через блудодеяние, жениться с иноплеменниками, со всеми. И это идолопоклонство уходило. Он знал, за деньги, смотрите, что он сделал. Погиб. Еще один персонаж. Геезий. Геезий. Да. Нейман принес деньги. Елисей не взял, потому что за исцеление деньги не берут. Это только некоторые за исцеление деньги берут. Понимаете? Да. Он не берет. Этот взял. И проказа пришла на него. Кто еще? Анания и Сафира, да? Многие написано. Слово Божие говорит Многие. И душу Искариота, как говорит брат Павел, Искариот, да, Искариот погубил его. Ахан. Ахан, да. Спасибо. Ахан. Зависть это гниль в костях. Он завидовал. Он завидовал всему. Но опять же, зависть она рядом идет со сребролюбием, потому что у кого-то лучше, у кого-то больше, у кого-то красивее. Зависть. Ревность, наверное. Но мы можем так сказать. Этот грех, он, когда вошел в сердце, он растет, как раковая опухоль. И он метастазы бросает туда и туда. В любом случае, оно привело его к предательству, продажности. И он стал сыном погибели. Иуда, по-видимому, очень не любил Иисуса Христа, но понимал, что к чему. Понимал. И он сказал, что он предал кровь, какую? Невинную. Он все-таки сказал об этом. Скажите, а совесть у Иуды была или нет? Леонид Ильинич, была совесть у Иуды? Сначала была, потом пропала. Но в конце концов он все-таки пошел и удавился. Повесился. Братья и сестры, берегитесь сребролюбия, берегитесь предательства. Берегитесь предательства. Это если можно сказать, какая величайшая в мире трагедия, если можно трагедии сравнивать, то, наверное, после грехопадения Адама, это, наверное, вторая, а может быть, я даже не знаю, трагедия, когда предать Иисуса, сыном погибели, предать. Если подумать, Адам спасен или нет, то многие говорят, что он спасен. Спасен Иуда или нет? Не спасен. Сын погибели, Иисус Христус сказал, и Каин не спасен, да? Вы думаете, Исав не спасен? За чечевичную похлебку продал свое первородство. есть ли по этому грустному поводу вопросы, братья и сестры? Как бороться с этим всем? С этим сребролюбием? Библия предупреждает нас. Иисус Христос Луки 12, 15. Он говорит, берегитесь любостяжания. Берегитесь любостяжания. Евреям 13 глава, пятый стих. Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Евреям 13, 5. Имейте нрав, что такое нрав? Характер, да? Натуру, натуру. Имейте натуру не сребролюбивой. Довольствие с тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Поэтому не надо идти на безумие всякое, на неразумие, чтобы иметь больше, потому что таким образом вот часто мы не доверяем Богу, а Бог тогда как бы и не удел в нашей жизни. нужно все делать разумно и благословенно. Итак, братья и сестры, читаем с 12 стиха. Вопросы есть, может быть, у кого-то? И вы хотите, чтобы я рассудил между вашим мужем и сыном, да? Откаты. Вы меня в угол загоняете, да? Что ж мне делать сейчас, а? Откаты. Откаты. Что такое откат? Есть бюджет в государстве. Рассказываю, что такое откат. Есть в государстве бюджет. и нужно и нужно для какого-то государственного или частного предприятия, которое пойдет что-то на государство, закупить по тендеру. Тендер это как бы соревнование, кто лучшие условия предоставит, у государства что-то или на государственные деньги у частной компании бюджет покупает. Например, дороги нужно убирать в Макеевке, да? Вот чего дороги в Макеевке не убраны? Не хватает, да? Чего не хватает, кому не хватает? Не хватает. Правильно вы сказали. Кому-то не хватает, поэтому дороги не убраны. Кому-то чего-то не хватает. А в конце до концов дороги не убраны. Это значит, ну давайте предположим, чтобы мы уже не так конкретно обличали. Значит, сидит человек, который разрешает закупить или не закупить за государственные деньги, вот скажем, за 100 миллионов нужно что-то накупить. Бензина для машин на очистку дорог. есть несколько компаний и предприятий, которые говорят, мы будем чистить и мы будем чистить и мы будем чистить. Заключите с нами контракт. И сидит дядя большой, который должен подписать, у кого закупить, ну примерно. И он говорит, я подпишу тому, кто мне принесет больше денег от этого. Скажем, перечислят они там миллион долларов, да, или миллион гривен, да, а ему надо принести, это у дяди, который подписал, сколько там, ну, брат Игорь, сколько надо нанести в этом случае? А? Нас смотрят, но мы же имен не называем. 40% наличными на карман. Это откатить называется. это откат чиновников. Самые богатые люди в нашем государстве сейчас, это уже не бизнесмены, чтоб вы знали. Бизнесмен сейчас страдает. Особенно руководитель бизнеса. Он, знаете, что делает? Он пока всем зарплаты заплатит, пока всем откаты откатит, то останется ему что-то или не останется. Хорошо, что останется. Так вот. Откат это вот когда нужно принести. Откатить. Итак, это грех или нет? Воровство или нет? Воровство. Чего воровство? Бюджета. Если бы, вы знаете, братья и сестры, если бы у нас убрать откаты в государстве, если бы убрать воровство в государстве в нашем, мы бы сами всему миру давали бы кредиты. У нас такая земля, такая промышленность. Как вы думаете, для чего существуют обменные пункты в нашей стране? Вот для чего существуют обменные пункты? Ни в одной стране нет приятия. В Европу, в Азию, в Америку, нигде нет обменных пунктов валюты. Для чего существуют обменные пункты у нас? Знаете, для чего? чтобы превращать откаты в доллары, до 20 миллиардов долларов за квартал проходят через обменные пункты. Вот там как-то там бомжик какой-то покажет паспорт и все это делается. Огромные деньги проходят. Вот если это убрать, тендеры убрать, откаты убрать. Знаете, как хорошо будет. А так наше правительство президент сейчас ходит по всему миру денег ищет. Дайте денег, дайте денег, дайте денег. Ну дадут 10 миллиардов. Как вы думаете, долго продержится наша страна? Знаете, что? Вот дадут 10 миллиардов нашей стране. Что будет с ними? Откаты. Половина откаты. И все это понимают. Откаты. И все это, и если бы сказал только один это делал такое, все делают. Все. Нет практически, к сожалению, ни одной государственной властной организации или части общества, которая не была бы порабощена коррупцией. Все. Полностью. Церковь Иисуса Христа должна показать новый стандарт честности, предприимчивости, искренности, правдивости. Только так. Откаты. Не знаю, я помог вам или нет, Вера Николаевна. Конечно. Конечно. В бюджете, в бюджете государства нашего заложены откаты. Вот еще вопрос. Он правду вам говорит. Но никто это не сказал, что это статья там в бюджете откаты называется. Этого нет. Вы знаете, почему иностранные банки сейчас уходят из нашей страны? Потому что у них в бюджете такой статьи нет. Откаты. Они уходят. Почему инвестиций иностранных нет? Откатов нет. Ну вот скажите, наша страна 45 миллионов, 46-45, кто его знает, сколько людей. Одна из стран с наивысшим уровнем образованности. Образовательный ценз очень высокий. У нас люди в университетах учатся. Зарплаты невысокие. Народ европейский, славянский и европейский. Центр Европы. Вот скажите, почему нужно продавать землю китайцам для того десятки миллионов гектар, а может и сотни, кто его знает, кажется, даже очень много. 5% сейчас в аренду или проданы Китаю, чтобы они работали. Почему нельзя это сделать нашим людям? Почему нельзя сделать такой закон? Объясните мне, пожалуйста, там же не глупые люди сидят. По три образования почему нельзя, которые неприкосновенность инвестиций. И что бы я сделал, мне кажется? Так все просто. Пригласил бы Sony, Panasonic, General Motors, General Electric и все эти самые крупные корпорации, чтобы они приехали сюда. Знаете, что бы я им сказал? Я бы сказал, идите сюда неприкосновенно. 5 лет вообще без налогов работать. Только людям зарплату достойную дайте. Они бы пришли, представьте, построили бы заводы, построили бы школы, построили бы дороги, построили бы аэропорты, построили бы больницы, построили бы все остальное, потому что это все нужно построить, зарплаты людям идет экономика и работа. Но они не идут сюда. Знаете, почему? Откаты. Они не платят потому что нормально. Объясните, пожалуйста, сколько должен зарабатывать бизнесмен, если он должен платить кредит, кредит. Какой рентабельности должен быть бизнес? Если кредит, он платит 20% годовых. Это в хорошем случае. Какой должен быть рентабельность бизнеса? Кредит 20% годовых. Если экономика страны, 3% годовых хорошо, и они все радуются. Если в Европе и в Америке кредит выдается под 3% годовых, 3%, а 10% это невероятная прибыль бизнеса, это невероятная прибыль в год, то здесь в лучшем случае 20%. Это сколько нужно зарабатывать, чтобы кредит такой отдать? Это нужно, наверное, 80%, 100%. Я не знаю. Система воровская должна быть изменена, конечно. Что, сестра Лилия, вы вздыхаете? Мы про Иуду начали говорить сегодня. Вот видите, куда наш разбор завел. И это так. Это так. Братья и сестры, поверьте, я за хороший образ жизни. и мы, да? Но смотрите, давайте смотреть правде в глаза откаты. Встаньте на улице Артема или на Мак-Шоссе встаньте с секундомером и за полчаса в Мак-Шоссе Донецк-Макеев мимо вас проедет автомобилей автомобилей за полчаса на сумму больше, чем миллиард долларов. За полчаса? Скажите, за сколько времени Донецкая область получит, работая все, получит прибыль миллиард долларов, вся область работая? если страна 10 миллиардов просит взаимы, нет денег, если в резерве в казне 17 миллиардов долларов лежит, а вот тут по Мак-Шоссе проедет машин на миллиард долларов, где взялись машины на миллиард долларов? откат откат их украли, эти деньги, на которых куплено вот это все, они просто украдены в государстве, в общем, вот все, если убрать это воровство, жизнь будет совершенно другая, корень всех зол это сребролюбие, и наша страна поражена сребролюбием. Что Владислав Леонидович? Хорошая арифметика, да? Да. Уходим от этого и переходим к духовным вещам. Хотя это и есть духовные вещи. Это и есть духовные вещи. Первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. Давайте мы разберемся с этим. Какой мы духовный урок для себя возьмем? 12 стих. В первый же день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. Пожалуйста. Праздник опресноков и праздник пасхо и дни опресноков совпадали, но опресноков были что такое дни опресноков? Это два разных события, но они всегда были вместе. Не было ничего, не должно быть ничего квасного. Евреи, вот мы сейчас будем об этом и говорить как раз, евреи тщательно следили за тем, чтобы не было ничего квасного. Почему? Потому что это брожение, это разложение, это гниение, и этого не должно было быть. Они настолько ну давайте хороший вопрос, давайте мы его сейчас и рассмотрим. Начнем с того, и капресноком сейчас придем, Лиля. Как мне кажется, Иисус Христос есть тот у него и характер человека был, который заранее все продумывал и все приготовлял заранее. Это хороший пример для нас. Порядок, Бог есть Бог порядка и устройство. Нужно заранее все продумывать. В служении Богу Иисус Христос никогда спонтанно не действовал, заранее все продумывал. И ученики знали об этом и они говорили, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. Смотрите, какие мы можем примеры взять, что Иисус Христос заранее все продумывал и приготовлял. Служение. Осленок. Осленок. Каким-то образом он договорился с хозяевами этого осленка, что он будет использован. Когда спросят какой пароль, вы скажите он надобен Господу. Дальше где приготовить Пасху? Иисус Христос каким-то образом дал знать этому человеку мужчине, который будет нести кувшин воды. В чем здесь как сейчас молодежь говорит прикол? Ну что такое человек несущий кувшин воды? Все просто. На востоке женщины носят воду. Абсолютная редкость. Это невероятная редкость, когда это все равно как бы мы увидели мужчину с женским зонтиком в розовый цветочек. В дождь идет. Да? Какой-нибудь. Да? Иисус Христос каким-то образом заранее все это приготовил. И нас Он призывает тому, чтобы мы заранее готовили служение. Заранее. Когда ученики спросили Его, где они будут кушать Пасху, Иисус послал их найти в Иерусалиме этого человека. и нужно было прийти в дом, потому что просто так Пасху не ели. Комната должна была быть приготовлена. Помещение должно было быть приготовлено. Оно должно было пройти через кошерный обряд очищения, потому что наступали дни опресноков. Что такое опресноке? Все должно быть пресным и ничего не должно было быть квасного. Иудей даже знаете как молился Богу? Он говорил так, вот они искали, вся семья искала все квасное и все выбрасывалось и в конце он произносил молитву. Благосовет ты и Егова наш Бог Царь Вселенной осветивший нас своими заветами и завещавший нам убрать все квасное. И дальше хозяин дома после обряда поисков а что-то может и не нашел он молился так вся закваска которая у меня есть та которую я видел и та которую я не видел да не будет ее пусть она считается прахом земным и та комната где Иисус Христос должен был есть пасху она должна была пройти через этот обряд поэтому нужно было приготовиться иудеи иудеи вели еще дням новый день начинался в 6 часов вечера 13 Ниссана это был день подготовки к Пасхе а 14 Ниссана была Пасха собственно до 6 часов начинался в 6 часов вечера итак в четверг он начал начиналась Пасха квасное убрали из дому и потом должно было совершиться жертвоприношение пасхального Агнца как это делалось все собирались к храму те которые жили в 25 километрах от Иерусалима собирались к храму и каждый глава семьи участвовавший в богослужении приносил жертву своего собственного Агнца или купленного в храме и он как бы совершал таким образом свое жертвоприношение иудеи считали что вся кровь приносится в жертву Богу потому что по иудейскому верованию в крови жизнь кровь истекает и жизнь уходит из тела между теми которые приносили жертву и алтарем стояло 2 шеренги 2 ряда священников с золотыми и серебряными сосудами что делалось когда один рассекал Агнцу горло жертва была только так перерезанием горла другой священник собирал кровь в чашу сосуд и передавал его по линии и священники передавали эту вытекшую кровь это был или золотой или серебряный сосуд из Агнца и огненка передавали по линии и когда сосуд достигал того который стоял священника рядом в самом конце с жертвенником этот он плескал или выливал кровь на жертвенник на алтарь тушу Агнца после этого свежевали знаете что это такое да шкуру снимали потрошили внутренности и жир удаляли потому что они ну это такой порядок жертвоприношения и это нужно было сжигать внутренности и жир сжигали на жертвеннике а освежованную тушу передавали хозяину тот который принес он должен был взять ее завернуть какую-то мешковину и отнести домой и там запечь ее ее зажарить ее должны и съесть при том оно на вертеле было на таком из мандаринового дерева вернее из гранатового дерева из гранатового дерева вот это почему нужно разобраться с этим почему но именно бог так сказал вот иосиф флавий говорит о том что до полумиллиона агнцев в дни пасхи в храме иерусалимском только представьте какие тонны крови и всего это жертвенник огромный все это горело все это приносилось жертву представляете все это запах какой запах шашлыка да жареная баранина но это вот ну наверное нет все таки крови много было крови все это горело все другой запах какой брат какой хотя вы знаете мне кажется там было чисто все таки чисто в храме не могло быть не чисто там все все чистилось все мылось агнца нельзя было варить нельзя было с ним ничего его даже никто не мог к нему касаться вот его нужно было зажарить вертел проходил через всю тушу агнца и вот его зажаривали с ногами с головой голова с ногами головой даже с хвостом вот сам стол был выполнен в форме квадрата с одной открытой стороной такие барьерчики были бордюрчик был вокруг стола чтобы ничего с одной стороны он был низким и гости возлежали вокруг на скамьях и были необходимы некоторые вещи которые должны были приготовить ученики для Христа должен быть агнец нужен был агнец опресноке агнец напоминал им о том что дома были защищены их когда уходили они из Египта опресноке напоминали им о том хлебе который они ели в спешке когда выходили из рабства там стояла чаша должна была стоять чаша соленой воды знаете что чаша соленой воды напоминала а? нет 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 напоминала о слезах и поте которую евреи проливали работая на египтян в Египте да горькие травы чтобы напоминать им о горечи горькой жизни в Египте мастика мастика интересная из яблок фиников гранатов и орехов и вот это такая мастика чтобы знаете что мастика это напоминало глину из которой они делали кирпичи работая на египтян в мастике были ветки корицы символизировавшие солому употребляющуюся но все это съедобное было это все символизм еврейский также было четыре чаши вина четыре чаша должна была быть чуть-чуть больше чем четверть литра примерно 250 грамм воду и вино вернее вино и воду смешивали в пропорциях три к двум три меры вина две меры воды и четыре чаши которые выпивали на определенных этапах праздника пасхи должны были напомнить им об обетованиях которые дал господь сейчас мы на этом наверное закончим обетования которые дал бес plays исход 6 глава 6 и 7 стихи дайте братья пожалуйста исход 6 глава 6 и 7 стихи обетования и они пили одну чашу читали обетования пили другую чашу читали обетования пили третью чашу читали обетования итак скажи садам израиль я господь и читали первое обетование и пили чашу и благодарили выведу вас из-под иго египтян Это было первое обетование, и они говорили, выпивали эту чашу, и говорили, благодарим Тебя, Господь, что Ты вывел нас из-под иго, египтян. Дальше, и избавлюсь, следующее обетование, и избавлю вас от рабства их. И они выпивали чашу и говорили, благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас от рабства. Они стали свободным народом. Третье чаш, третье обетование. И спасу вас мышцею простертою и судами великими. И они благодарили Господа за то, что мышца Его, мышца спасающая. И выпивали еще одну чашу. И последнее. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, и так далее. И приму вас к себе в народ, и буду вам Богом. И выпивали четвертую чашу. Так праздновалось. Вот такие приготовления нужно было сделать для Иисуса Христа. И они спросили, где вы лишь приготовить нам Пасху? Пасху нужно было приготовить. Вот все это нужно было сделать. Иисус Христос сказал, где? И они пошли приготовить Пасху. И эта Пасха напоминала им о великом дне избавления. Когда Бог освободил свой народ от египетского плена. Запишите. Это исход 6 глава, 6-7 стихи. Запишите. Если кто вас спросит, чтобы вы знали, что был такой урок в церкви, как приготовляли Пасху евреи. Что они читали? Четыре чаши было. Помните вы, да? Пресный хлеб. Все вымели. Молитву прочитали. Поблагодарили Бога. И даже то квасное, что они заметили, сказали, да будет это прахом. Такая молитва освященная должна была произнесена. Дальше. Должен быть агнец. Беспорочный. Его нужно было правильно сделать. Кровь его должна была вылита на жертвенник. Все это происходило в храме. Возвращали. Приносили. Гранатового дерева. Вертел должен быть. Костер должен быть. Его нужно было зажарить. Все это должно было съедено быть. Стол должен быть особый. Должна быть что там? Должна быть мастика. Из яблок, фиников, гранатов и орехов. Глину напоминало. Корица была добавлена. Напоминало солому. Пучок из горьких трав. Напоминало горькую жизнь. Чаша с соленой водой. Напоминало слезы и пот. Их, которыми они. И, конечно же, агнец. На столе он лежал там. Вопросы есть? Давайте скажем аминь. Аминь. Помолимся Господу.